Стивен Кинг Стивен Кинг очень любопытный писатель, превративший свои болезненные фантазии в то, что приносит ему огромные прибыли. Написавший в жанре ужасов кажется обо всем, о чем только можно было написать, включая даже срань-хорьков. Пишет он в таком количестве и с такой скоростью, что это поражает не только обычного читателя вроде нас с вами, но и его собратьев по перу. По его романам снято немало фильмов, в том числе и такие, которые давно и прочно окопались на самых верхних местах топов фильмов на все времена. Теперь к ним добавляется еще один. По циклу романов «Темная башня». Итак, в современном мире подросток по имени Джейк Чемберс видит один и тот же сон, в котором ему являются загадочный человек в черном, проводящий эксперименты над детьми, чтобы разрушить огромную башню, стоящую непонятно где. И некий стрелок, ведущий войну с этим в черном. Мать и отчим пацана думают, что он просто не в себе после трагической смерти отца. Однако, сам главный герой рисует удивительно правдоподобные рисунки своих снов и сбегает от всех в другой, срединный мир, где и встречает человека из своих видений. Зовут того Роланд, и он последний стрелок, борющийся с непостижимым злодеем-колдуном в попытке защитить ту самую башню, поскольку известно, что она служит средоточием мира порядка, не станет ее и воцарится ад на земле, чего и добивается колдун. Признаться, я от фильма к моменту премьеры уже ничего не ожидал. Бюджет скромный, разработка жутко затянутая, да и рейтинг какой-то подозрительный, PG-13. В России его, конечно, приподняли до 16 лет, но этому не верьте. Дети могут совершенно спокойно идти. И самое главное, как стало известно, главным героем сделали не стрелка, а мальчишку. Хотя режиссер Николай Арсель после выхода первого трейлера заверял фанатов, что парень главным героем точно не будет, поскольку это противоречило бы духу первоисточника. Высокий худой и голубоглазый Роланд, списанный Кингом Склинта Истуда, превращен в Идреса Эльбу, против чего зрители даже составляли петицию, но это ничего не дало. А сама Тёмная Башня, внезапно из сложнейшей мистической драмы в семи томах, превратилась в коротенькую семейную драму с элементами фантастики. И ведь на первый взгляд вроде всё хорошо, загадочное начало, харизматичные герои, красивая картинка и местами годный экшен. Но в результате обычный боевичок, в котором за полтора часа решают все насущные проблемы. Если привести подобие, Люк Скайуокер за пару дней узнает о школе джедаев, проходит в ней обучение, сражается с отцом и приканчивает императора, мучающегося от вчерашнего похмелья. При этом зрителю ничего бы не рассказали ни об империи, ни о повстанцах, ни, в общем-то, о самих героях. Примерно так, скорее всего, экранизировал бы эту историю человек-мем Сарик Андреасян. Один из боевых эпизодов, в котором Маконахи забавно жонглирует камнями, уже как будто списан из его защитников. И ведь мир Темной Башни здорово интригует. И параллельными мирами, и руинами неизвестных цивилизаций, и самой башней, в конце концов. Но, увы, для нас не находят времени для введения в этот мир, нам ничего не рассказывается об Ордении Стрелков, о том, почему они спасают сущее. Мы так и не узнаем, кто такой человек в черном. Алый ли он король, знаменитый инфернальной злой Стивена Кинга, или просто служит ему? Зачем ему разрушать башню, удерживающую от проникновения в миры запредельных монстров? Для чего ему править монстрами, уничтожив человечество, если нам показывают, что на самом деле чувак предпочитает иметь слугами существ с человеческим лицом, а никаких не демонов? В общем, мне очень хотелось узнать про местный мир побольше, чтобы понять его правила и хоть как-то проникнуться конфликтом. Почувствовать страх перед апокалипсисом, и, наконец, понять, какой смысл вкладывает у Олтера слоган. Смерть неизбежна. Фильм просто набит отсылками пасхалками для фанатов. Здесь и парк аттракционов из Оно, и побег из Шаушенко, и книга Мизери, и машина прямиком из ужастика Кристины, и отель Оверлук из Сияния, и бог знает что еще. Но при этом до невозможности упрощен сам рассказ. В книге у Олтера чуть ли не картину мироздания открывает Роланду. А здесь просто ходящий шаблон. Злой? Просто потому что злой. А посмеяться не дают совсем. Единственное место, на котором я был улыбнулся, по сути было продакт-плейсментом одного газированного напитка, правильно поименованного в фильме с сахаром. Не знаю, для кого это снято. Пасхалками и парой толковых экшен-сцен сыт не будешь. К тому же, почти все лучшие моменты опять-таки показаны в трейлерах. Что интересно, картина задумывалась как приманка для последующего запуска целого сериала «По миру темной башни». Но от такого начала пользы сериала, я думаю, совсем нет. Лучше бы сразу с него, с сериала бы и начали. В общем, не рекомендую, даже для одноразового похода в кино. На этот раз агрегаторы оказались правы. Этот фильм надо было назвать «Джейк Чемберс и два ствола короля Артура», по аналогии с Перси Джексоном и «Похитителем молний». Ну и хватит о нем. Это Майкл, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok